from united states не а чё у меня пишет это что тут country united states ладно счастлива тебя что все там уж с тобой спелковались уже неоднократно как что делали спелку вались еще что ну я не знаю как это правильно ну говори на своем языке что-то хотел скрылись что спелку вались а что делать не понимаю не понимаешь могу что какую могут это бред говоришь талант нас это понимать ты можешь нормально сказать нельзя просто пошутить еще не пара слова спелковались нет что сделали друг с другом это что то есть и шуточек что ли ладно ты короче разговаривали а мы далеко от друг друга как эти могут отнимать а разговаривать так бы сказал украинский со спелку ватасе спелку вались спелку ватасе но ты понял что я сказал ну по правилу сразу сразу что-то сказал типа такой не понимаешь нет не понял контент генерирует ладно ладно все покинешь о чем поговорим а не хочу я мы с тобой уже пытались начать говорить ну да ты слился отлично стать ролик получился слился надо ты же бежал забыл мне ну что у меня прервался интернет его хорошего посмотрим как закончится и вам всего хорошего то сделаем еще один ролик пожалуйста еще один ролик тогда давайте тебя тема история очень хочется история блин ну я же не специалист по истории ну я знаю что все россияне специалисты по истории бандеры поэтому же вы все специалисты правильно нет ну я общаюсь здесь с блогерами что-то узнаю про бандеру давай кто признал его ну достаточно того что он убивал людей бандеровцы убивали украинцев в смысле а он б членов оон б членов оон б членов оон б я знаю и что ну получается стали тоже на основателем этой ячейки такой ячейки ну бандера расколол ячейку эту оон основал канавалят поле буквально и расколол потом после 44 года еще раз расколол ну а он б убивали людей украинцев он б это политическая структура не подожди а он ждет как структуру или поляков евреев украинцев по этническому признаку ты имеешь виду расовой принадлежности по расовой принадлежности никого не убивали но они поляков евреев и украинцев естественно нет они же были членами советского союза отлично но все кто был врагом все кто были в красной армии всех убивали и поляки тоже ну те поляки которые были в красной армии пока не понимают его вопросы не просто ну как поляков поляков красной армии здесь и знаешь составе советского союза были по национальности также и поляки и они убивали только тех кто был в красной армии ну армия с армии воевали у них есть были военные подразделения которые участвовали боях да также и также олун за ним было причастно к сорок втором году в основании упа который ввел основные боевые действия конкретного задания нет нет пози я просто хочу добиться от тебя я не знаю всех нюансов правильный вопрос половина ответа я тебе да я задаю вопрос те поляки которые были бандеровцами они были только в рядах красной армии я еще раз повторяюсь если ты приписываешь простой ответ бинарный да или нет я не пол ты не получишь тупого вопроса на тупой тупого ответа на такой вопрос еще раз максимально еще раз повторюсь если ты приписываешь к ним нацизм то значит а твой вопрос должен состоять в том убивали ли они их по расовые принадлежать по этническому признаку мой ответ мой ответ они не убивали их по расовому по этническому признаку я задал другой вот какой я тебе задал все ли поляки убитые бандеровцами были в рядах красной армии то такие такие бандеровцы он бы он бы еще раз повторюсь это не военная структура ну подожди ты можешь вот это вот структура так а у нас фб поляков все убиты ими поляки были вооруженными силами красной армии я еще раз повторю он б никого не убивали потому что это политическая структура у них были военные структуры это раз появляешь во вторых еще раз мы начали с тобой с вопроса который знал где сказано что это он на тест соответственно наш вопрос а только военных красной армии или простых мирных граждан и они это не как я сказал мирных граждан не польских нет нет то есть все поляки бандеровцами являются служат служили в рядах красной армии правильно он бы никого хорошо вооруженные структуры внутри он бы или как ты там ну ну дай вопрос нормально тебе задал вопрос нет еще раз я тебе прямую отвечаю на ты вопрос который задаешь ты за максимально тупо его поза сдаешь получишь максимально начинаешь ловить на том что я задаю какие-то неправильные формулировки я знаю что а он бы людей где-то спрашивали поляки были в вооруженных силах советского союза ты говоришь ну это и политическая структура ну как это потому что тебе самого начала сказал что он бы это политическая структура не никого не привали у них были вооруженные формирования ну это разовой так вооруженного фирмы формирования у аун б который поляков так и только тех поляков которые служили в армии советского союза нет вот наконец-то то есть они убивали людей невооруженных невооруженной силы поляков не только как не только убил не воен 6 армия краева чего армия краева еще есть армия армия польши правительства в изгнании конечно воевали ты с другом до сорок четвертого года то есть получается в красную армию армию краева еще немцы ни одну немцев то понятно ни одного мирного гражданина кто что вооруженное формирование аун б специально нет конечно случайно ну знаешь в период боевых действий в порядке процессе обстрелов такое может происходить ну хорошо ну сорок первом году на массовую на территории волы не сорок первом году это где именно ну вот у меня есть я пока общался нашел исследование ивана качановского измерсти это оттавы нацепки массовый полетом 41 года на историческая волы не где именно но сейчас историческая волы где он бы сформировал областные местные администрации частности милицию массовый это совершенно там и в украине летом сорок первого года стали частью масштабного геноцида так вот понятно так пока не очень понятно можно меньше или просто еще конкретное да давайте я подскажу львов ауновские лидеры например василь кук маколог клымышин и ряд националистических политиков после войны мы не отрицают либо замалчивают причастности он бэк массовым битвам лета сорок первого года пытаются там в это то то что это даже немецкая анти немецкая понял могу ответить уже да 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 сейчас я просто ищу конкретные какие-то вещи уже подсказал львов найди львовская боже я уже знаю твой вопрос раньше чем ты здесь просто очень большой документ вообще знаешь этот документ вот это вот исследование я знаю едврашем или как правильно называется исследование ну вот тут короче ты знаешь что такое команда нет не знаю это специальное подразделение карательные сс нам перечень их один-два-три-четыре-пять-шесть и так далее так вот к примеру в одном из событий что касаемо запада украина примера львов эти привел пример открываем 7 господи 7 4 том немецкого процесса может открыть голубая серия на вот а вот альзас группа c при помощи милиции в житомире по тысячу евреев а также украинцев по порядку берем идем читаем 136 137 странице 518 519 где описывается 5 6 группа далее открываем немецкие указы на сайте едврашем где есть отдельная рубрика по поводу этого всего и четко описывается кто был причастен это они берут из немецких архивах где описывается кто это делал и что и так далее где четко описывается эти команды ни слова о местном населении за ну да ни слова о местном населении сформированных отрядов милиции так далее там не пишется дело в том давай что да вот этот человек так который типа там говорит что он какой-то там умный в очках он приходит к выводу что а он бы причастны от столичьего хоть к выводу потому что партийный запрос музей холокоста в израиле не приходит такому выводу таким образом получается что личность бандеры а также тех ауновцев б которые бы неважно кто-то считает их а кто-то не считает интересный образом таким образом у нас получается что те люди которые которых над которыми не проводили акты геноцида обвиняют их в этом акте геноцида эти люди над которым проводил акт геноцида не обвиняют нет это подмена понять нет почему что есть какой-то документ от какого-то подмена понятий это я еще раз повторяю на подъеме не заявляешь о том что я договорил ты мне заявляешь о том что какой-то российский историк это не российский ванка черновский это поляк ну какой-то польский историк я понял ты джигаши аматику может почитать еще польскую канадский между прочим там же туда сбежали на украинские они сбегали давайте с тобой с тобой договоримся я понимаю что точно кидать гоно на вентилятор но без подтверждения каких-то слов прямое мнение смотри да конечно смотри во первых есть институт холокоско который изучал полностью это все это раз и они собрали все архивы выяснили кто причастен к кому и так далее и вот там четко описываться один команды это раз во вторых если мы ссылаемся еще на историку дополнительно есть еще джигаш матика это польский историк который четко описывает события украинско-польских отношений в тот период и даже он не называет формирование упа формирование он он их крайне не любит по причине того что это поляк крайне он украинофобный но при этом когда вопрос прямо ему задавался кто считает и он бандера нацистом либо упа либо и так далее он говорит нет он напрямую говорит о том что они воевали против немцев они появляли против этого и так далее также открываем еще одного историка это ваш историк гагун возможно ты уже о нем слышала других где я сегодня начал читать и там очень интересные чтивы по поводу того всего содеяние которые происходили тоже он не считает украинских националистов причастных над деянием и этим всем можно подкрепить дополнительный факт того что сорок третьем году в москве было съезд делегаций британии британии америки и соответственно советского союза потому что это был москве и была договоренность о том что всех преступников передавать в страны в которые они совершали эти преступления при этом власовцы армии русскоосводительная армия которая бежала мы будем 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 мы сейчас про бандеру максимально неудобные темы мы обязательно будем за давай тебе звук выключи чтобы ты не подгорал расслабься все нормально власовцы напрямую их депортировали с америки по запросу советского союза не галичину не бандеру не членов оон не депортировали хотя после нерберского процесса после нерберского процесса процессе всего проводились десятки судов над людьми причастными к преступлениям против человечества и ни в одном из этих судов не были привлечены члены украинской делегации что ты насчет этого можешь сказать голос только пожалуйста не выключай большой звук если ты меня будешь перебивать эти буду последствия потому что ты одновременно со мной разговариваешь ты мне минуту назад сказал дай договорить я тебе дал время ты до сказал все что ты сказал а потом перешел на новую тему не вызывайте на проговорить твоей аудитории проволосова нужно я мне не надо правила салфетку если тебе не удобно моя если тебе неудобно мой ответ если тебе не удобен мой ответ так и скажи мне не интересно ты так и сказал тебе не удобен так я тебе сказал он мне очень удобен поговорим о бандере потом проволосово я все сказал проволосово я привела как пример ну просто просто жал очень много времени соболезная соболезную теперь давай соберись дело не надо мне вот это вот заговаривать зубы то соберись уже давай говори не заболтывай ты сколько воды от тебя идет от меня ну да я тебе отвечай на вопросы по теме ты начинаешь а это это опять тянешь время давай я могу говорить я разрешаю я разрешу перебивать вот смотри буду поступать с тобой так же какие ты со мной обиделся покажет а а а а